Непопулярные мнения по поводу косметики Я так назову это видео Это уже третий раз, когда я пыталась его снять И моя мама постоянно меня прерывает В общем Начнем с того, что это видео было отдохнено от Вигли Паф И многие из этих пунктов тоже похожи на ее пункты Потому что Наверное у нас похожее мнение Наверное я немножко спиздила Вот Контуринг на носу Вы меня убьете за это Я ненавижу контуринг на носу Он выглядит просто ужасно Я не знаю на ком он может выглядеть хорошо вживую Возможно на камеру он выглядит нормально Возможно он хорошо выглядит на сцене Но вживую он выглядит ужасно И я не думаю, что есть человек На котором он будет выглядеть хорошо вживую Вообще бронзер Плюс Румяна Делают То же самое, что сделал бы контуринг на вашем лице Этого достаточно, мне кажется Мне нравится заполнять свои брови обычными тенями И не пользоваться карандашами, которые выбрасываются каждый месяц Вот эти тоненькие карандаши, знаете От NYX от Anastasia Beverly Hills Которая заканчивается за месяц Вот Они Пожалуйста нет А все остальное да То есть тени я С удовольствием буду использовать для своих бровей И Даже если они будут выглядеть немножко темнее, чем мне хочется Я буду использовать тени Потому что я не хочу выбрасывать 150 кг пластика каждый год Накладные или нарушенные ресницы Вообще нарушенные ресницы Начнем с того, что иногда выглядят нормально У некоторых специалистов Они выглядят нормально, да Накладные ресницы Выглядят всегда очень куском пластика на вашем лице Они не привлекают внимание к вашему взгляду Возможно только реснички половинки Типа вот такие вот Вот они могут выглядеть еще нормально А все остальное Это просто кусок пластика на вашем лице Который висит там И все смотрят только на него Они смотрят на ваши глаза Цветные хайлайтеры Господи Вчера буквально я смотрела видео одной девушки Итальянки Которая делает проект Венчи Дуэйн Мэну Это такой итальянский проект Где там Они пытаются допользовать косметику И она хочет допользовать палетку Слик Хайлайтеров цветных Как кремовых, так и пудровых И там цвета такие Фиолетовые, светло-зеленые В общем Я не представляю ее мать Которая идет Не знаю Отвозить ребенка в ясли С зеленым хайлайтером на лице Просто не представляю этого Как вообще Кто-то мог такое придумать Разве что только для макияжа феи И то Это и излетко бывает В общем Так слик могли Так испортить все Она мне написала Что оказывается У нее появились эти хайлайтеры Благодаря Look Fantastic Поскольку они их давали Как подарок за покупку И у нее два таких хайлайтера дома Суденых, да Один еще зарпакованный А второй Не знаем, как это закончится Вот Все, кроме СМС, дорого То есть, СМС, 40 евро Я могла зайти в магазин И купить себе Полный макияж лица А сейчас за 40 евро Я не знаю Что я могу купить Вообще Наверное Сверх продукта В общем Это меня удручает Слишком много релизов И благодаря Project Planning Я пытаюсь Я пытаюсь Немножко насладиться Своими продуктами То есть Постоянно выпускаются Кучи коллекций У KIKIKO, например Я тоже заметила Эту тенденцию Они выпускают То зимнюю коллекцию То коллекцию На Новый год То коллекцию На Рождество Потом коллекция Сан Валентина Коллекция 8 марта В общем Коллекция весны И все Коллекции На коллекции На коллекции В общем Не успеваешь Налюбоваться одним Как уже Выпускается другое И в общем Ты запутываешься И не знаешь Как на это реагировать Project Planning Помогает Как бы Да Использовать и выбросить Помогает Как бы Немножко Насладиться тем Что у вас есть Потом я вам советую Делать Использовать и выбросить Автозагар Это дорого Вот Мое непопулярное Мини Я считаю Что вот Вы купили Крем для автозагара Да Он стоит денег Но потом вам нужен Скраб Для того Чтобы проскрабиться Перед этим Ластет Для того Чтобы Все это Хорошо Выглядело Потом вам нужно Еще После автозагара Как это сказать Купить Тональный крем Который будет Подходить По цвету Под ваш Автозагар А он может Получиться Любого цвета То есть Он может Получиться Темно-оранжевый Ярко-оранжевый Светло-оранжевый Может Получиться Какой-то Коричневый В общем Может Получиться Общи пятнами В общем Непонятно Как Пользоваться Автозагаром В общем Будьте своего цвета И все Хватит Автозагара Я понимаю Что он спасает От лампочек Людей Да Но с другой стороны Это слишком дорого Как я считаю Не люблю Карандаши для губ Вот сегодня Я накрасила губы Карандашом для губ Поскольку Мой подписчик Робин Очень просил Розовые губы Сегодня Но В принципе Карандаши для губ Я не люблю И я допользую Те которые у меня есть У меня их всего три Я больше никогда Не буду покупать Карандаши для губ Я не знаю Что бы там Мне не нравится Но Сам процесс затачивания Само то Что постоянно Нужно Следить за тем Чтобы у тебя был И карандаш В сумочке И точилка И Сам Эффект Карандаша для губ Он очень сухой И он очень такой Матовый В общем Для моих Губ Которые Постоянно С хиэлитом Постоянно Пересушены Это не очень Хорошо Вообще Я не понимаю Людей У которых 5000 нудовых Карандашей Что это вообще Такое Зачем 5000 нудовых Карандашей Шиммер Складки века Я обожаю Шиммер Складки века Пожалуйста Используйте Шиммер Складки века Вот Моя популярная Мини Почему Люди Не Используют Шиммер Складки века Я не знаю Пожалуйста Попробуйте Вам понравится И последнее Это Тональник В принципе Значит так Если тональник Вам нужен Для того Чтобы перекрыть Акни Тяжелые Какие-то Розацию И так далее То Я понимаю Его использование Но когда Тяжелый тональник Используется На Почти идеальной Коже Я этого не понимаю В принципе Даже люди С акне Могли бы Использовать Более легкий Тональник И Как бы Пунктирно Перекрывать Свои прыщи С помощью Кисточки Но это Очень долго Я понимаю Почему они Им пользуются То есть Если вы Утром Собираетесь И должны Быстро Сделать Полное Лицо Макияжа То Пунктирно Перекрывать Все Как Бобби Браун Делает Это Очень Тяжело Наверное Такой Тональник Это только Для людей С проблемами С кожей А для Остальных Библикрем Или Ничего Большое Большое Спасибо Всем За внимание Это 10 Моих Непопулярных Ни О косметике Всем Пока Пока Непопулярных 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 Непопулярных